Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Вику, и я до сих пор говорю в попу телефона, потому что микрофона до сих пор нет. Ну и для тех, кто зашел ко мне на канал в первый раз, я хочу сказать привет, располагайтесь поудобнее, и сейчас маленькая-маленькая такой шорт-описание того, чем я тут занимаюсь. Обычно я живу во Франции и рассказываю что-то про Францию, но поскольку я сама из Риги, я сейчас нахожусь в Латвии, в Риге, дома, и я считаю, что вам тоже надо что-то рассказывать и про Ригу. И сегодня, как раз-таки, я думаю, вы уже догадались из названия видео, мы будем говорить о вещах, которые меня просто очаровывают в моем родном городе, и благодаря которым я понимаю, что, в принципе, по факту никакой Париж мне не сдался. Я люблю Ригу, реально, классный город. И вообще мы сейчас ставим с вами небольшой эксперимент, мы узнаем, возможно ли записывать нормальное видео в комнате с двумя котами. Потому что если в какой-то момент что-то пойдет не так, то что-то пойдет не так. Я решила записать это видео, потому что я сама замечаю, что мое отношение к Риге, оно достаточно часто меняется. Особенно оно меняется, если я нахожусь на расстоянии от Риги, и когда я нахожусь в Риге только две недели, и когда уже идет больше, чем две недели, пока я нахожусь в Риге. Это всегда все по-разному, но есть какие-то такие вещи, которые вот, ну я вот, ну не могу я отрицать то, что это действительно облегчает мне существование. И есть такие моменты в моем родном городе, которые, ну, честно говоря, вот в идеальном мире вообще круто, круто жить тут, при условии, что есть хорошая квартира, хорошая зарплата, хорошие здоровые отношения. Я слышу котов. Мне кажется, они начали драться. Я всегда говорю фразу Сергея Есенина, что всегда большое видится на расстоянии. И действительно, я сегодня буду говорить о таких, знаете, некоторых даже прагматичных вещах, которые я понимаю только с каждым разом, когда я приезжаю в Ригу, особенно после долгого отсутствия, там, не знаю, полгода, как это было в этот раз. И вот, и короче, пойдемте по списку. Я буду поглядывать в тетрадь, потому что я сегодня подготовилась, и поэтому, ну, не обессудьте, мой взгляд будет иногда опускаться вниз. Но, в принципе, чего тут обессудить, потому что попа телефона, я смотрю туда, коты разборки свои начали, поэтому будет интересно, да. Первым пунктом в моем списке, что меня прям очаровывает в Риге и добавляет в мою жизнь немножко соуса комфорта, это доступность магазинов. Это та вещь, которую ты просто начинаешь ценить, когда у тебя это забирают. Сейчас объясню. Чтобы вы понимали, мне всегда казалось это нормальным, что большой магазин, Реми, Максима или, допустим, Ашан, он всегда находится в шаговой доступности. У нас нет Ашан, я просто привела как пример, адаптировала. Он всегда находится в шаговой доступности на каждом районе, есть большой магазин, куда можно сходить и закупиться продуктами. И там не накрученная цена, абсолютно нормальная, скажем так, как-то мобильность для машин, туда подъехать, поставить машину и так далее. То есть на каждом районе есть большой магазин, куда можно регулярно ходить, покупать продукты, не по завышенной цене, и там большой ассортимент. В общем, все сделано для комфорта. Более того, такие магазины работают с 8 утра до 11 вечера, либо с 9 утра по выходным до 10 вечера. Блин, спасибо большое, что вы работаете по выходным, ребята, по воскресеньям, потому что, оказывается, это очень большая привилегия пребывания в наших просторах, потому что далеко не везде вот так. По крайней мере, во Франции, по крайней мере, уж точно в Нанте, у меня такого удовольствия не было. Вот, казалось бы, просто сходить в магазин, купить что-то к салату, для меня это было всегда что-то, блин, это нужно знать, со скольки до скольки работает магазин. Это нужно понимать, что магазин, который находится около тебя в городе, у него очень маленький ассортимент, и придется выбирать из того, что как бы дано, а дано очень часто не всегда всего. А если хочется поехать в магазин, там Ашан тот же самый, то нужно как бы выделить время, поехать туда в рабочий день обычно не получаете, если вы человека с какой-то более-менее занятостью, там, учеба, работа. А по выходным, по выходным в субботу, потому что в воскресенье он закрыт, в субботу туда прутся все, кто не может туда приехать в будний день, поэтому там большие очереди. Ехать туда без машины нет смысла, потому что нужно сразу закупиться, чтобы не проходить эти круги ада, закупки продуктов еще раз в свободное другое время. Поэтому, ну, я вообще поняла, что это неудобно жить во Франции и заниматься такой ерундой, как закупки. Закупки реально занимают время. Здесь, я не знаю, я иду домой, думаю, о, хочу купить творог. Зашла, купила творог, захотела, не знаю, лосося. Купила лосося, приготовила вечером. Во Франции надо готовиться к поездке в магазин. Реально нужно готовиться, я не знаю. Я, кажется, я так в путешествии только готовлюсь, как ехать за продуктами в магазин во Франции. Поэтому это такая вещь, она может быть сильно прагматична, приземленная, но я действительно очень сильно это ценю, когда я нахожусь в Латвии. Это очень круто, реально. Второй пункт у меня будет безопасность. Да, я чувствую себя тут безопаснее. И вначале думала, ну, может быть, это по принципу, что дома и стены помогают. На самом деле, как бы не совсем так. У меня абсолютно есть объективные причины по поводу того, что, да, в Латвии безопаснее жить, ходить по улице. Более того, я скажу, что я, в принципе, сама по себе трусиха. Я не люблю возвращаться домой одна уже, когда затемно. Я как-то... Меня так воспитали. Либо тебя провожает мальчик, либо бери такси. Поэтому я особо как бы не шастаю по улицам ночью, потому что никогда не знаешь, что тебя ждет в следующей подворотне. Но, тем не менее, здесь это намного, как-то бы сказать, спокойнее ощущается. Вот я недавно шла домой. Не знаю, обычно такого не происходит. В пол-одиннадцатого или в пол-двенадцатого домой. По району абсолютно ничего не произошло. Я, конечно, иду без наушников. Я как бы на стреме, но это спокойный стрем. Во Франции, в Нанте, в частности, все было, конечно же, по-другому. Но мне было не по себе возвращаться домой просто в темное время суток. Допустим, зимой в шесть вечера или семь вечера. Потому что знала, что из темноты может выйти что-то, что сильно сливается с темнотой. И я не буду готова к тому, что оно выйдет. Плюс были достаточно... Достаточно много всяких диких, каких-то найдичайших историй, которые здесь со мной произошли. Ну, не знаю. Со мной здесь происходила какая-то дичь. Но я здесь жила 20 лет до этого, 22 года. А во Франции я прожила три года. И я просто... Я перебил уровень дичи просто вот так. Мне бы там одной недели хватило, чтобы перебить всю дичь, которая происходит со мной в Латвии за много лет, а там за неделю. И я вообще могу даже рассказать вам историю, как ко мне я просто темный чувак зашел домой. А я такая, в смысле домой? Я думала, он мне парнет ножом, если честно. Мне пришлось его вытолкнуть из квартиры. Короче, такая не очень политкорректная история, наверное, кто-то подумает так. Но тем не менее, в Нансе мне даже не по себе находиться в центре города, в воскресенье, на улицах, где меньше всего людей. Потому что там на тебя смотрят не очень добрыми глазами. Даже когда я задумываюсь над тем, где же я буду создавать свою семью, как я вижу свое будущее, именно семейное будущее, я понимаю, что как бы дети — это стресс. У меня вообще там кукушка поедет, как я буду переживать о них. И вот вообще как бы Франция для меня не вариант. Либо сидеть в деревне... А я не люблю деревни. А в Риге вот было бы идеально, если честно. Вот Рига идеальна, мне кажется, город для того, чтобы жить как бы и в центре, и в столице. У тебя все есть, ты ничего не решаешься, но при этом ты как бы не боишься ничего, и тут спокойно, и нормально. Вот это очень-очень приятно. Вот то, что здесь мне намного безопаснее. Я не столь дерганая. Я, конечно, сейчас вам это все рассказываю через призму шутки, там ха-ха-хи-хи, но действительно это сильно влияет на психологическое состояние, когда ты постоянно стрёмь, когда у тебя начинает развиваться постоянное волнение. И я даже очень-очень плохо спала последние три года, когда находилась в Нансе. в доме одна, потому что, ну, любая дичь может произойти, потому что любая дичь уже происходила. Третий пункт, такой очень субъективный, для тех, кто не знает, я достаточно высокая дама, у меня рост метр восемьдесят три, поэтому, ну, как бы я уже привыкла, я смирилась с тем, что обычно я смотрю вниз на людей, а не наверх. Но вы не представляете, как это приятно находиться в том же самом магазине, там, не знаю, покупать свой любимый творог, и понимать, что мимо меня проходят люди, которые выше меня. И не то, что даже выше, а больше даже в ширину, то есть более широкие плечи. Ну, это особенно мужчин касается, когда я вижу, что мимо меня проходят длинноногие, широкоплечие мужчины, у меня просто такое, как мне этого не хватало, потому что, ну, не секрет, что обычно европейцы, они немножко ниже рост, они более миниатюрны, вот, ну, по крайней мере, мужчины. И здесь, вот, ну, это во мне, вот, что-то уже такое, значит, чисто женское, чисто там, не вуманайзера, как там, включается. И действительно, очень приятно смотреть на более сильных, плечистых, высоких мужчин, и вообще на более высоких людей, потому что, блин, наконец-то я, я немножечко сливаюсь с толпой, потому что во Франции я была той самой, кому подходят в магазине, говорят, извините, пожалуйста, не могли бы вы мне помочь достать что-то с верхней полки. Я так, конечно, помогу, но, как бы, ну, нужно быть высоким человеком, чтобы прочувствовать то, о чем я сейчас говорю. Нужно быть высокой девушкой, чтобы понять то, о чем я сейчас говорю. Пусть четвертый пункт будет центр. Я не знаю, как вам объяснить вот это вот состояние. Я, как бы, сама живу в тихом центре, и поэтому я в центре, ну, как бы, каждый день. И это... У нас очень красивая архитектура, у нас очень чистые улицы, у нас относительно много-немного людей, то есть у нас действительно вот такое вот состояние, когда можно идти по городу и действительно наслаждаться им, сливаться. Да, конечно, у нас также очень много обшарпанных домов, которые требуют своей реконструкции. У нас очень много таких всяких моментов, которые, ну, я смотрю на них уже, знаете, как местные, говорят, блин, непорядок. Ну, вот запустили, запустили, это не досмотрела лично я. Я беру эту вину на себя в некотором роде. Но в целом мне очень нравится ходить по городу я каждый день хожу, наверное, по 15 километров. И вот, знаете, вот Рига — это тот город, где нужно смотреть наверх, потому что под ногами никакой какашки обычно не валяется, а наверху очень красивые, не знаю, витиеватые узоры домов югенстиль. И даже если они обшарпаны, в них есть вот этот вот, знаете, шарм, какой-то как будто вот пережитая мудрость. Не знаю, как это объяснить. И, может быть, мне бы даже на самом деле не до конца бы хотелось, чтобы каждый домик был бы вылизан и отполирован, потому что тогда, ну, и Рига в некотором роде перестанет быть такой старушкой Ригой. И мне, как я и сказала, нравится, что здесь не так много людей. В Париже очень часто в красивых местах яблоку негде упасть, а здесь можно спокойно идти и дышать полной грудью, и находиться в центре, и кайфовать от этого. В общем, не знаю, мне кажется, Рига для того, чтобы ходить пешком по ней. Серьезно. Следующий пункт у меня будут кафе и рестораны. Это вот прям отдельная любовь. Мне кажется, это, в принципе, свойственна более северным странам, что из-за того, что погода не всегда хорошая, поэтому мы как-то более ответственно подходим к созданию хороших интерьеров, уютных заведений, в целом, доступных для людей. Но также у нас намного ниже ценник, и намного выше обслуживание, и лучше вкус. Я сейчас, давайте, мы не будем сравнивать латышскую кухню и французскую. Естественно, да, высокая французская кухня, она там, типа, крутая, это вообще, ну, не обсуждается, естественно. И латышская кухня, латышская латышская кухня, это еда крестьян. Ну, грубо говоря, она очень простая, это картошка, там, квашеная капуста, холодный суп, ну, цепелин литовский, ну, цепелин тоже можно есть, ну, грубо говоря. Мы сейчас не вот эти моменты сравниваем, мы сравниваем конкретно поход в ресторан. Рестораны бывают разные, итальянские, французские, японские и так далее. Мы сравниваем конкретно вот всю вот эту вот историю похождения гурмана. И здесь мне действительно нравится больше, потому что сервис, он не идеален, но он лучше. Да, бывает здесь такое, что кто-то меня обслуживает просто крайне медленно, и я просто живу, думаю, что за фигня, как бы ресторан пустой, почему меня так медленно обслуживают? Но, тем не менее, не было такого случая, про меня просто забыли. Во Франции могут забыть и никаких извинений не принести. И что мне здесь нравится, что, во-первых, подача, она лучше, здесь стоит дешевле, и более того, если что-то не нравится, вы можете высказать свое негативное мнение и получить компенсацию. В общем, как-то можно разрубить конфликт с пользой для вас. Я сама такого никогда не делала, но я знаю случаи, когда что-то было очень плохо в блюде и говорили, знаете, у вас тут волос в пасте оказался, я не хочу есть, я не буду за это платить, и как бы человек был прав. Он за это не ел, он за это не платил. Я знаю такие случаи, по крайней мере. А во Франции, ну, клиент не прав. Ну, нет, клиент, он имеет меньше прав, чем клиент здесь. Просто, мне кажется, это мешает развитию уровня самого ресторана, когда клиент не всегда прав. И последний пункт, он такой очень романтичный. Я считаю, что вообще в балтийских странах закаты и рассветы реально красивее, чем в основной Европе. Ну, да, я видела красивые, такие, знаете, закаты цвета борща в Нансе, в Париже. Но они, во-первых, были единичны на моей памяти, а во-вторых, блин, ну, вот, я не знаю, вот наше небо, оно другое, оно вообще другое. У нас ниже облака такое ощущение. И если уже идет красный закат, то он просто, вот я как и сказала, он цвета борща со сметанкой, нет, даже без сметанки. И это невероятно красиво, и такие закаты, они действительно, каждый третий закат примерно такой. И я не знаю, я вот просто, я вот как-то, у меня в свое время, когда я не почистила свой инстаграм, у меня были одни фотографии вот этих всех очень ярко-красных восходов, солнца и закатов, и я не знаю, это нужно тут быть, нужно это увидеть, нужно еще где-то побыть долгое время и понять, что здесь это по-особенному. Это, ну, это очень субъективно, я понимаю, но не я одна такого мнения, кстати. Поэтому приезжайте в Ригу, смотри закаты, если вы попадете на хороший, не пасмурный закат. В общем, получилось у меня таких шесть пунктов. Конечно же, в Риге намного больше вещей, которые я вот просто каждый день хожу и думаю, блин, как же круто, как же здорово, как же обалденно, классно. Но, мне кажется, либо я об этом уже говорила, либо это слишком банально, либо об этом уже тоже кто-то рассказал. Но вот в данный момент, в сегодняшний приезд, я поняла, что вот эти вот шесть пунктов, ну, это вот прям бальзам, рижский бальзам, мне на душу, мне это очень нравится, греет. Вот, сердечко бьется немножко нежнее, понимаете? И это такие мелочи, которые уже, мне кажется, только инсайдер вот будет действительно ценить. И я вот уже такой, знаете, человек помотанный жизнью, поскитавшийся, я понимаю, что вот это да, это, это мелочь, а приятно все-таки. И все-таки большие вещи состоят из большого количества мелочей, дьявол кроется в деталях. Поэтому, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы никогда не были в Риге, то приглашаю вас приехать в Ригу, посмотреть это чудо-город. Сейчас у нас хорошая погода, долгое время держится. Прошлое лето было вообще ужасно, позапрошло тоже не очень. Но в этом году вот прям жара-жара, что мне уже надоело, если честно. Поэтому, да, Рига считает тот город, который, ну, нужно приехать хотя бы на три дня. А на этом я с вами попрощаюсь. Я пойду заниматься другими своими рижскими, латышескими делами. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова